Я вам зачитаю сейчас. Знаете что? Одну цитату из монастыря Кутлумуш на Афоне. Они предупредили об опасности увлечения пророчествами. Такая одержимость увлечения пророчествами – что будет? Такая одержимость, говорят они, – признак неверия и нежелания людей довериться Богу. Мне узнать надо как? Что ты там Бог? Признак неверия и нежелания людей довериться Богу. Вот, оказывается, что это стремление узнать, что будет, как узнать. Потому что, в принципе, уже это известно, как узнать. Известно уже, как узнать, чтобы был действительно удачный брак. Потому что что значит удачный? Что значит удачный? Удачный он будет тогда, мы уже говорили об этом, мы уже говорили. Если будешь жить по совести евангельской, будешь друг с другом жить, вот что оказывается. Если будешь стараться малую церковь создать, если с этой целью ты, с этой целью, то, соответственно, ты увидишь и вторую половину такую же, хочет она или нет. Или только неизвестно, чего будет хотеть. Вот в чём дело-то. Когда я хочу добра, то я и буду соответственно, и уже будет человека, я ищу того, который будет того же духа, того же направления, тех же желаний. Вот брак и будет удачным. Когда же этого нет, а когда ещё и неизвестно что, то тогда что, о чём говорить? Воле Божия известна. Воле Божия состоит в том, чтобы мы жили по совести Евангелия и себе подбирали тоже человека, который был бы единодушен, единомыслен, единоустремлённым к той же жизни. Брак будет удачный. Кстати же, говорят, что очень, например, опасно, когда вступают в брак люди разных мировоззрений. Это очень опасное дело. Такие браки долго не в состоянии быть. Они распадаются. Ну, представьте себе, я иду в церковь, а один идёт в церковь, а другая на какую-то площадку. Для одного пост, время молитвы, хочется сходить всё-таки там, и какие-то... что-то делают, а другого... такая ерунда, всё чушь. Да как в семье это можно быть? Единодушие должно быть, поэтому нужно искать единодушного человека того же, того же образа мыслей, желаний, настроений. Иначе ничего не будет. Конечно. Вот в этом и будет воля Божия тогда. Тогда Господь действительно устроит. Сколько сейчас, вы знаете, сколько сейчас неудачных браков среди духовенства? Женецы вот так просто познакомились. Так, ну, ничего, уверуют в Бога. Что такое верует в Бога? И поэтому мы часто видим не матушку, а жену. Это совсем же разное. Матушка должна быть, если хотите, идеалом для всей женской половины прихода. И в одежде, и в поведении, и в благочестии. А когда матушка – пример другого, намазанная, накрашенная, я не знаю, идет, выше крыши одетая и так далее, то что, что, ничего себе, матушка, говорят, слушай, простите, какая же она матушка. Вот в чем дело. Вот каким образом можно. Только так. Субтитры сделал DimaTorzok